На России 24 вести Ульяновск. В студии Артем Петров. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Решение президента поддержали областные парламентарии. В селе Отрады уже работает новая точка роста. Расскажем, как в пригородных школах повышают качество образования. И два десятка ребят из Луганской Народной Республики проходят лечение и реабилитацию в Ульяновской области. Наших юных гостей навестил глава региона. Начнем, конечно, с главной новости дня. В России сегодняшнего дня объявлена частичная военная мобилизация. Президент Владимир Путин в утреннем обращении заявил, что страна нуждается в армейских специалистах. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего будут призваны 300 тысяч резервистов. Это около 1% всего мобилизационного ресурса России. После того, как военно-вязанные будут набраны из запаса, они пройдут переподготовку, слаживание работы отделений и взводов и только после направятся выполнять боевые задачи. Ряд льгот для участников специальной военной операции, в том числе медицинские, налоговые будут распространены и на резервистов. Военная призывная комиссия по частичной мобилизации начнет работать уже сегодня. Нас не ослабить, не разобщить и не уничтожить. Так свое прощение к жителям Ульяновской области начал глава региона. В своем телеграм-канале Алексей Русских отметил, что наш регион и все другие субъекты страны в соответствии с новым указом президента об объявлении частичной мобилизации обязаны обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации вооруженной силы в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны. Следуя прямому поручению главы государства, регион обеспечит полное задействие работе военных комиссариатов. Также Русских подчеркнул, что Владимир Путин дал четкое указание по наращиванию мощностей на предприятиях ОПК, выпуску вооружений и военной техники. Заводы Ульяновской области всегда стояли и продолжают стоять на страже безопасности нашего государства, а продукция оборонных заводов региона высоко ценится. Со своей стороны региональные власти окажут все необходимое содействие предприятиям. Ульяновские депутаты поддержали решение президента по Донбассу. Об этом заявил председатель ЗАГС Собрания, открывая заседание регионального парламента. Валерий Малышев начал с сегодняшнего обращения Владимира Путина. Он попросил, чтобы его поддержало население Российской Федерации. Я думаю, от имени всех депутатов я выражу общее мнение, что мы тоже окажем поддержку решений президента. Мнения депутатов сошлись и в рабочей повестке. Парламентарии единогласно поддержали правку в закон Ульяновской области об инвестиционном налоговом вычете. Теперь на него могут рассчитывать все операторы связи, работающие в регионе. Такая льгота позволит снизить компаниям налог на прибыль при одном простом условии – если они будут вкладывать деньги в развитие своих сетей. По плану это должно способствовать улучшению качества сотовой связи в регионе. Это операторам связи, которые обязуются инвестировать и устанавливать новые вышки сотовой связи. Только при наличии инвестиций эта льгота будет предоставляться не налог на имущество, а налог на прибыль. Закон о налоге на имущество тоже поправили. Изменения коснулись «Газпрома». Организации освобождаются от налога на введение новых газораспределительных сетей, а также тех сетей, которые они выкупают у региона в этом году. Этот шаг позволит ускорить процесс газификации в области. Обе правки вступят в силу с 1 января 2023 года. Кроме того, депутаты приняли закон, продлевающий срок завершения реализации особо значимых инвестиционных проектов Ульяновской области на два года до конца 2025. В регионе продолжается обустройство родников. На эти цели в муниципалитеты направлены 2 миллиона 400 тысяч рублей. В планах на этот год благоустройство 25 родников. Половину источников уже успели привести в порядок. В основном это работа с прилегающей территорией. Возле родников должны появиться лавочки, навесы, дорожки и купели. Для этого нужна заявка от администрации муниципального образования, которая ежегодно формирует администрацию муниципальных образований и подает в наше министерство данные заявки. И по этим заявкам формируется в том числе бюджет мероприятия и на следующий год предоставляются соответствующие субсидии. В поселке Измайлово работы по благоустройству местного родника уже завершены. На реализацию проекта понадобилось 100 тысяч рублей. Разобрали здесь старое все здание. Вот почистили весь родник. Территорию облагоустроили. Теперь там шебеночные. Раньше здесь была просто тропинка. Ну в принципе получилось очень хорошо. Я думаю, что большое дело для поселка. Потому что сейчас вот все люди сюда едут за водой. Это один из лучших родников был. Есть и остается. Обустройство родников стало частью программы охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов. На территории Ульяновского политеха открыли памятный знак в честь военных инженеров. Торжественную церемонию приурочили ко дню оружейника. Полутора тонн и мемориальный гранитный камень расположили на площади новой аллеи героев. Символ памяти в первую очередь означает дань уважения тем, кто оковал в годы Великой Отечественной войны победу в тылу. Я с благодарностью отношусь ко всем, кто участвовал в создании этой мемориальной зоны. Я думаю, это очень нужный и важный фрагмент непосредственно нашего города. И в каком-то смысле мы хотим зародить традицию отмечать День оружейника в нашем, безусловно, оружейном городе. Технический вуз выбрали для установки мемориала. Не просто так. Ульяновск сегодня сохраняет статус города оружейников. И именно политех помогает оборонно-промышленному комплексу региона в научно-инновационном развитии. Также вуз ежегодно готовит сотни профильных специалистов для оружейной промышленности. В Ульяновске стартовал подготовительный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью Абилимпик. С участниками соревнований станут 3000 конкурсантов из 85 субъектов России. Им предстоит сразиться в 79 компетенциях. В Ульяновской области в чемпионате примут участие 27 ребят. Ребята участвуют победители регионального чемпионата. В принципе, вот эти соревнования призваны социализировать ребят, ввести их в мир профессии и показать работодателям, что этой категории ребята точно так же наравне со всеми могут составлять большую силу для экономики региона. Чемпионат Абилимпикс стал частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования проходят в очном и очно-дистанционном форматах. Среди компетенций есть IT-технологии, визаж, гончарное искусство, дизайн, шитье и другие. Увлекаюсь рисованием и шитьем. Справляюсь с машинкой, хорошенько сделать швы там, потому что у меня иногда бывают травмазки. Победители подготовительного этапа станут участниками национального чемпионата. Он будет проходить в Москве с 28 по 31 октября. В ульяновских пригорных школах повысят качество среднего образования. Сделают это за счет точек роста. Одна из них открылась в Альмаматор, что в селе Отрада. О новых учебных возможностях Эдуард Истомин. В Отраднинской школе открыли точку роста. Ради нее в Альмаматор выделили два кабинета. Их отремонтировали, закупили современную мебель. В школу пришло учебное оборудование вместе с ноутбуками. Цифровые лаборатории. Четыре по предмету физика, четыре по химии и четыре по биологии. Также семь комплектов по робототехнике. Владимир Александров – 11-классник. Мечтает поступить в УЛГУ, чтобы стать программистом. Точка роста ему в помощь. Здесь он учится управлять роботом через компьютер с помощью специальной программы. То есть мы уже не только учебниками и тетрадями занимаемся, а еще и собираем роботов, изучаем то, как они работают. Иногда даже нас допускают к среде программирования, к среде разработки. Владимиру помогает сестра Елена. Она молодой педагог и уже руководитель точки роста. В кружок робототехники уже записалось 15 человек делится Елена. Занятия два раза в неделю по два часа. Смотрим, что у нас есть в наборах, чтобы дети были знакомы с деталями, как крепить их друг к другу. Также мы немного затронули программирование, конечно же, потому что нужно сразу предупреждать, что придется думать. И соображать. И не лениться, самое главное. В кабинете химии и биологии мастер-класс. На него пригласили учеников и родителей. Они узнают, как определять характеристики раствора, а еще знакомиться с клеточным строением насекомых. Насыпаем. Растворяем его для определения ПАЖ. Растворяем с цилированной водой. Новое оборудование – это новые возможности. Углубленные знания для школьников – это их будущий успех на Олимпиадах, либо на областных и всероссийских конкурсах. Кроме того, это хороший задел для поступления в ВУЗ. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Дети из Луганской народной республики проходят лечение и реабилитацию в Ульяновской области. Им от 3 до 15 лет. Всего из подшептного города Лутугина приехало 22 ребенка. В реабилитационном центре восхождения их навестил глава региона. Репортаж Шеллы Шаховой. Майя Мария Мельник – так зовут дочь Валентины. Они приехали к нам из Лутугина, город, над которым взяла шефство Ульяновская область. Девочке почти 10 лет, но она не разговаривает. Здесь подвижки начались. Особенно после того, как Майя Мария стала ездить на реабилитацию в центр подсолнух. Там у нас и Майюшу хвалят, и все, и огромный потенциал. Там у нас был логопед, психолог, трудотерапия. Мы там, да, и делали цветочки, и пластилины. В огороде там у них в тепличке работали, да, мы кайфовали. Дефектолог классный. Центр вообще, конечно же, обалденный. Для наших деток, ну, вообще, я говорю, мечта просто. Им от 3 до 15 лет. 22 юных лутугинца приехали в наш регион поправить здоровье и отдохнуть. С детьми в обоих центрах занимаются логопеды, специалисты ЛФК и, конечно, психологи. Вот эти дети, они самые-самые нуждающиеся в нашем внимании и в нашей коррекции. Пользуясь нашими сенсорными комнатами, темной и светлой, пользуясь нашим оборудованием, мы можем с достаточно хорошей долей вероятности исправлять что-то, например, снимать страхи. Из Луганской области приехали не только дети с ОВЗ, но и попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мы помогаем психологически, проводим культурно-досуговые мероприятия. Был выезд и в музей гражданской авиации, и на набережную Волги. И посещен музей Гончарова. Проводили с ними картинг. Мне впечатлило озеро, река Волга. Почему? Потому что там очень-очень красиво, и мост так красиво стоит. Видели, как плывет корабль. Но сегодня ребята принимают гостей. Алексей Русских привез с собой торт. За чашкой чая и пообщались. Надо было на симфонический концерт вывезти. Да, у нас отличный здесь оркестр. Да, театр у нас замечательный. Очень наборных, хороших интересных спектаклей. Надо ехать на месяц. Ну, я думаю, не в последний раз. Но в следующий раз, я считаю, обязательно надо родителей тоже вывезти. Немножко хоть я дохожу. Для каждого ребенка в центре разработана индивидуальная программа реабилитации. В учреждении работает оборудованный физиотерапевтический кабинет, сенсорные комнаты, фитобар. Элла Шахова, Сергей Свешников. Вести Ульяновск. Из Ульяновского района. Использованная бумага, картон или газета – все на переработку. В школах Ульяновска вот уже неделю проходит сбор макулатуры. Например, в 33-й гимназии ученики вместе с родителями ежедневно перед уроками несут десятки килограммов бумажных отходов на взвешивание. Для них эта акция традиционная, проходит дважды в год, весной и осенью. Она является своего рода соревнованием. Лучших школьников по итогам награждают грамотами. Ребята награждаются грамотами, подводятся итоги. Это вручается на торжественной линейке. Это очень значимо для ребят, престижно. Нужно сказать, что, конечно, активное участие принимают родители. И уже традиционно ждут сбор макулатуры, спрашивают, когда он будет. И обязательно активно участвуем, как весной, так и осенью. За одну такую компанию гимназия собирает до 6 тонн макулатуры. Акция в первую очередь направлена на экологическое воспитание детей, чтобы в каждом ученике опроснулось бережное отношение к природе. Бумага, картон постоянно копится в доме. А просто так его выкидывать, ну, просто жалко, когда он может уйти на переработку. Надо, чтобы этот перерабатывали, и потом, может, полезные вещи это все сделать, которые человек понадобится. Кроме пользы экологии, ученики 33-й гимназии сбором макулатуры занимаются благотворительностью. Все выручные деньги, как правило, идут на помощь ребятам, которые находятся под крылом благотворительного фонда «Солнце для всех». Инвалиды по зрению из Ульяновска примут участие в межрегиональном фестивале «Любимый образ». Он пройдет с 28 по 30 сентября в Самаре. Его участникам нужно будет продемонстрировать тонкости культуры народов России. Всего участвует 12 команд. Ульяновцам по жеребию досталась «Марийская культура». Сейчас идет активная подготовка к выступлению. В нашем представлении мы будем представлять небольшой элемент «Марийского танца». И вот сегодня у нас состоялась встреча с государственным ансамблем «Волга», которые любезно нам сегодня продемонстрировали «Марийские наигрыши». Ну и также вот сейчас ребята знакомятся с музыкальными инструментами. Кроме танца, ульяновцы познакомят участников фестиваля с пословицами, поговорками, загадками и обрядами народов. Будут продемонстрированы и «Марийские костюмы», сделанные своими руками. Культуру изучают с помощью книг и интернет-источников. Меня этот конкурс заинтересовал, потому что там очень много интересного материала. Мы изучаем этнос всех народов, и поэтому много нужно читать книг, и очень много узнаешь. Особенно сказок. Я никогда столько сказок раньше не читала. Конкурс представлений народов на фестивале дополнит еще одно соревнование – интеллектуальное. Участникам нужно будет ответить на 100 вопросов о мифах и легендах народов России. Школа креативных индустрий открывается в Ульяновске. Чем там будут заниматься ребята? Возможно ли, что детское увлечение станет профессией? Об этом сегодня в программе «Тема дня». Министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова. Ну а у нас на сегодня все вести. Спасибо, что были с нами. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер ночью неустойчивый, слабый днем – восточный и умеренный. Температура воздуха ночью по области – плюс 8, плюс 13. В Ульяновске – от 9 до 11 градусов со знаком «плюс». Завтра днем по области – плюс 17, плюс 22. В Ульяновске – 18-20 градусов тепла. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА